Производство шкафов управления, их проектирование в данный момент набирает обороты. Этот рынок в России растет на фоне того, что в целом в России растет производство и промышленность. И шкаф управления, который за моей спиной, это на самом деле очень важный и очень сложный элемент любого производственного процесса, поскольку он может управлять не только каким-то конкретным цехом или участком, это по сути компьютер, который может управлять большими, сложными производственными системами, целыми заводами. И как это устроено, как это работает, почему этот рынок растет, мы сегодня решили сделать небольшую справку, можно сказать, пообщавшись с одной из российских компаний, компанией Техноват. Погнали! Здесь у нас непосредственно участок сборки именно шкафов по автоматизации различного применения, но, естественно, присутствует в большей степени это именно шкафы автоматизации холодильных машин, челлеров, камер там, то есть вот хранения. Но вот здесь мы видим, получается, такую, ну, наверное, все-таки финальную часть работы вашей. Да, то есть это уже, скажем так, готовые изделия, готовые перед проверкой, чтобы, скажем, отдел АТК это все проверил, проверил функциональность, правильность подключений и передал это уже непосредственно на склад. Но основная работа, это же, по сути, создание этого проекта, правильно? Это, естественно, есть определенные требования, да, вот конкретные шкафы управления, поэтому изначально мы получаем техническое задание, отдел конструкторов, инженеров прорабатывает все эти решения, согласовывается с заказчиком и дальше это отправляется в сборку. Ну, то есть универсального его не может быть в принципе, да? Да, то есть, честно, у нас история такая, что мы в основном работаем по проектным таким решениям, которые более сложные, дольше в исполнении, но это все индивидуальный подход к каждому заказчику. Здесь у нас отдельный участок именно тестирования, то есть это отдел АТК. Каждый шкаф обязательно проходит проверку наличия функциональных схем, отработку различных аварий, потому что нам очень важно выдать качественное изделие. Также проверка именно работы контроллеров. У нас есть свой отдел со своими программистами, которые пишут программы, которые в принципе управляют различными процессами. И если как бы логика не верна, то, соответственно, вся машина работать не будет. Поэтому иногда процесс тестирования заходит на несколько недель, потому что пока мы не убедимся, что это правильно работает, мы не отдаем свои шкафы заказчику. Сначала это тестируется на симуляторах, а потом уже отправляется в цех, где по тестированию проходит железо. Они же не только какой-то конкретной машиной, они же могут прям целым комплексом управлять. Да, у нас был один из самых таких значимых проектов. Шкаф был длиной более, наверное, 12 метров. На него ушло порядка 20 километров кабеля. Был очень большой контроллер, который управлял именно целиком, всем заводом. С резервированием, ну то есть там полный защитный функционал. У вас при этом, вот то, что мы видим, не очень большой штат сотрудников. Да, но на текущий момент в компании Техновата 40 сотрудников. Половина из них это на участках сборки, половина это инженерного состава. Опять же, мы основной такой упор делаем на качественных сотрудников, которые понимают, что делают. Плюс, в принципе, в проектных изделиях это более важно, нежели такой поток, когда идет шкафов. Изначально мы собирали на европейских комплектующих. На текущий момент многих европейских комплектующих, которые уже не поставляются, заменены на российские, даже и китайские аналоги. Естественно, эти аналоги, чтобы попасть к нам в шкаф, проходят изначально тестирование. То есть мы их ломаем, бьем, проверяем под нагрузками, только после этого они уже идут на шкафу. Всегда идет оптимальный баланс отношения цена-качество. То есть сейчас как бы можно, в принципе, привезти все что угодно европейских поставщиков, но цена не сопоставима уже будет с качеством. Мы придерживаемся того принципа, что основные заказы мы можем обеспечить со своего склада. Чтобы не ждать привоза, мы минимум держим склад на полгода, чтобы хватило нашей потребности. Потребности рынка растут. Естественно, много раньше оборудования поставлялось из-за рубежа. Сейчас заказчики более активно смотрят на поставки именно из России. В связи вот с этим ростом и с уж этим трендом, да, и вынужденные местами, но такой хорошей на самом деле тенденции импортозамещения, с точки зрения электроники, автоматики российской, смотрите ли вы кто что делает на российском рынке и делает ли, и насколько хорошо делает? Это всегда. То есть мы всегда, скажем, мы раньше посещали европейские выставки, да. Сейчас, возможно, там выставки в Китае также посещаются для того, чтобы выбирать лучшие компоненты, из которых можно дальше делать. Мы смотрим в сторону конкурентов и пытаемся сделать лучше. А вот непосредственно здесь это уже готовый контроллер с программой итальянской, которая писалась там десятилетиями. Самостоятельно ее переписывать, это в принципе нецелесообразно. Поэтому мы берем готовый контроллер и уже его применяем здесь. У нас на самом деле есть одна из таких прям базовых программ, на нее ушло где-то полтора года. То есть наша программа, она универсальная, имея достаточно большой опыт именно компетенции как технологов и плюс программистов, которые как бы запускали объекты. Поэтому это большой труд на самом деле писать программу. У нас производство разделено на два участка. То есть изначально конструктора спускают документацию в слесарный участок, где происходит компоновка шкафа управления. То есть слесарь размечает, расставляет элементы на шкафу. И дальше вот данный уже скомплектованный шкаф отправляется на участок обвязки, то есть где уже непосредственно происходит сборка именно проводами, соединение проводами всех элементов. На участке сборки у нас представлен лазер для того, чтобы вылезать отверстия в дверях под светосигнальную аппаратуру, вентиляцию. Данный нам станок позволил увеличить скорость в десятки раз. То есть если стандартная операция занимала там полдня, то на лазере это 5-10 минут, и уже двери с отверстиями полностью готовы. При этом вам еще лазер настроили таким образом, что он крашеный элемент и не отжигает. Да, то есть именно вы специально настраивали так, чтобы делать две проходки. Сначала он режет краску, а потом уже режет непосредственно металл, чтобы не было большой окальной. Естественно, небольшая окальная появляется, но она потом уже механическим способом обрабатывается. Любой элемент, скажем, снаружи, это со степенью защиты IP66-66, поэтому нету вот этого контакта. Единственное, у нас есть специсполнение по требованиям заказчика, которые отправляются на объекты, находящиеся рядом с морем. То есть там мы прокрашиваем эти изделия, в остальных случаях этого не требуется. Ну и шкафы, они же не обязательно, собственно, и внутренние как раз, да? Они же могут быть и наружного исполнения. Да, есть и варианты наружного исполнения в IP66, которые непосредственно вешаются на столбах где-то или еще что-то. Если говорить про бизнес-компании Техноват, он разделен на две большие части. Это счеты автоматизации и счеты силовые по распределению электроэнергии. Это, естественно, развитие нашего бизнеса, потому что весь рынок двигается в сторону комплексных решений. И так как мы поставляем счеты автоматизации, то нас все чаще и чаще спрашивали, делали ли мы такие решения. И мы сказали, а почему мы не делаем? Мы же делаем их на хорошем уровне. И это направление было выделено в отдельный бизнес, и сейчас он активно уже развивается почти два года. Специалисты, инженеры имеют опыт проектирования, сборки шкафов до 6400 ампер. Это максимальный ток, который вообще возможен по низковольтным шкафам стандартным. У нас есть необходимое разрешение, мы стоим в СРО. Работаем с нашими заказчиками от начала до конца. То есть мы обследуем объекты, подготавливаем ТЗ, иногда просто наши заказчики говорят, сделайте нам красиво. То есть это красиво надо переложить на такой инженерный язык, который будет понятен нашим инженерам. Качественное проектирование, это важно, качественное проектирование, качественная сборка и качественный монтаж на объекте. Таким образом у нас получаются комплексные решения. И когда мы поставляем еще и технологическое оборудование, холодильное, либо щиты автоматизации, это получается одному заказчику от начала до конца классный проект. И тогда заказчик получает максимальный для себя экономический эффект. Наше сильное конкурентное преимущество. Потому что по факту на этом рынке таких компаний полного цикла, я имею в виду не только энергетическое, но и холодильное оборудование, которое мы производим, это единственное, кто это делает. Но вообще, если говорить про отдельное направление силовых счетов, то мы работаем, разумеется, не только с заказчиками из группы компании Криофрост. У нас есть заказчики из госструктур, военные структуры, социальные структуры. То есть мы, в принципе, открыты к сотрудничеству и развиваем свои компетенции там, где видим возможность для построения хорошего бизнеса. Но при этом мы делаем качественные решения, потому что есть такие отрасли, где заказчики тяготеют к слишком простым решениям. И вот мы принципиально не упрощаем, не деградируем технику наших решений. Поэтому у нас есть возможность давать повышенную гарантию на свои решения. Это и 5, и 7 лет. И, в принципе, мы работаем потом с обратной связью от наших заказчиков. И наши инженеры выезжают, смотрят на те решения, которые были поставлены, допустим, несколько лет назад. Мы смотрим, как это сработало, те решения, которые мы закладываем, верны ли они или нет. Если надо, мы их корректируем. Вы точно так же по всей России же работаете, правильно? Да, и не только по России. Мы работаем, в принципе, в странах СНГ. Нет ограничений на поставку оборудования и за пределы СНГ. Но при этом, конечно, наш фокус – это, конечно, развитие на российском рынке. Мы видим здесь огромный потенциал, я бы сказал, золотое время для тех, кто производит. И у нас есть возможность удовлетворять этот спрос на этом рынке. Но это касается не только распределения по низкому напряжению, как мы здесь видим на эти шкафы. Мы работаем комплексно и с трансформаторными подстанциями, и встроенного типа, и блочно-модульные, в зависимости от требований заказчика. Более того, те решения, которые мы поставляем, имеют определенный запас по прочности, которые уже в своей основе имеют потенциал для расширения без дополнительных капитальных затрат со стороны заказчика. Сейчас это важно, потому что надо запускаться и быстрее, и дешевле. Ну так заказчики хотят. И мы можем это сделать. Самое основное, что щит должен быть безопасным и надежным. Абсолютно верно, потому что наши заказчики, они покупают не просто ГРЩ или просто ВРУ, или какой-то другой щит. Они покупают работающее решение, которое будет работать и зарабатывать деньги, или как минимум их не тратить. Успехов вам в этом деле, на этом поприще. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok